Скачки начинаются! Трибуны начинаются! Номер два вырывается вперёд! И несётся работной скорости! Это программа «Хвостатый беспредел»! Всем привет! Если вам больше нравится наблюдать за скачками лошадей, а не улиток, этот выпуск специально для вас. Сейчас вы увидите более полусотни лошадей села Аликаново. А в конце программы вас ждёт сюрприз. Козы, белки, кролики и даже еноты! В одиночку содержать более полусотни лошадей. Летотсены и Фимкины – это привычное дело. Уже 26 лет каждое утро лошадиное ржание далеко разносится по Аликановским полям. И пока табун лакомится травами, за животными внимательно следит их хозяйка. Любовь к лошадям, она в генах. С ней рождаются. С детства, да? Ну, конечно, и не у меня одной. И вот в совершенно обыкновенных городских, в крестьян, в любых семьях рождаются такие дети. Поэтому от этой болезни, от этого она не лечится. Это уже клиника. В детстве ещё сельской девчонкой наша героиня зачитывалась сказкой «Конёк-горбунок». В юности выучилась в Рязани на зову техника, работала в хозяйстве и мечтала вывести самую добрую породу лошади. Сначала у Татьяны появились шетландские пони, а потом чудом удалось почти даром приобрести арабского коня. Это был Банчук, сын легендарного песняра, которого за миллион долларов купил американский бизнесмен Хаммер. Так Татьяна вывела уникальный гибрид – араба-пони. За 25 лет нереально подойти к тому, что вся Европа делала 300 лет. Но по характеру моих таких больше нет. Добрее моих только плюшевые. От арабских скакунов эти лошади взяли ум и добрый послушный нрав. А от пони небольшой размер – метр двадцать в холке. Араба-пони пользуются большим спросом. Лошади Татьяны разъехались по всей России – от Карелии до Хабаровска. В основном вот людям с детьми, которым нужно лечить детей, или просто чтобы любили, или чтобы просто радовались. Просто душу грели и помогают по хозяйству. Они не на хлебнике. Такая лошадь может работать и очень неплохо. Самой Татьяне помочь некому. Приходится в одиночку справляться с целым табуном лошадей. Конюшни расположились прямо во дворе деревенского дома. С утра в пять они разбудят, в дверь постучат. Кушать хотим. Вот приношу им сено, раздаю. Потом овес даю. Потом в обед, если зимой, пою. Потом снова так же кормлю. Но если остается время, я с ними занимаюсь, вожусь там. Где почищу, где почешу. Аликановские арабы-пони очень любят общение с человеком. Ну, почесать душу отдаю. Помимо гибрида арабы-пони, на Аликановском ранчо живут шетланды. В их семействе пополнение. За два дня до съемок родился еще один чистокровный жеребенок. Есть в хозяйстве Татьяны и порода мини-аполуза. Конь Брам приехал в Рязань из Голландии. Это декоративная европейская лошадь. Вот он родил в Голландии, он чипирован. Он конь-то такой из знаменитой линии. За четверть века лошади Татьяны Ефимкиной много раз становились лауреатами всероссийских выставок. Но уже в чужих руках. Даже на день ферму оставить не на кого. Две молоденькие девочки начинают конюшню. И так это, Татьяна Николаевна, а сколько вы своему конюху платите? Я говорю, корлю его, чтобы с голоду не сдох. И работает. Я говорю, ага, мне деваться некуда. Я сама и директор и конюх. Но жительница Аликанова не боится трудностей. По соседству с лошадьми живут еще пара десятков коз, собаки и кошка с необычной кличкой Кикимора. Кикимор это не который на болоте живет, чтобы все знали. А это маленькая женщина, которая живет, вот совсем маленькая, живет за печкой. И если муж обижает жену, она заступается. Сама Татьяна тоже всегда находится под защитой своих верных араба-пони. А с лошадиной фермы мы отправляемся... На улиточную. Знаешь, между ними есть что-то общее. Например, скорость. Может быть. Не такие уж они и медленные. Не верите? Тогда попробуйте догнать 3,5 тонны улиток. Каждое утро фермер Сергей Балаев ищет сбежавших ночью существ и возвращает виноградных улиток домой в специальные деревянные загоны. Мы таким образом его поднимаем и ставим вот так вот палочку. Почему сейчас улитка посыпалась? Потому что мы ее только что полили. Улитки любят высокую влажность и тепло. Поэтому приходится поливать их из шланга по 5 раз в день. Когда слишком сухо, холодно или нет пищи, улитка впадает в спячку. Мы видим, у нее здесь вокруг пленка, и она на солнышке вот так вот впадает в анабиоз и спокойно себе может месяц, два и три находиться в таком спокойном положении. Как только на нее попадает вода, она начинает шевелиться 10-15 минут, и она просыпается и вся поползла. Сергей кормит животных один раз в день. Улитки обожают одуванчики и крапиву, хрустят овощами и едят пшеничную крупу. Для роста специальные добавки. Мы даем мел, муку, из этого мела она добывает кальций и строит себе раковину. Если говорить про природу, то вот такая крупная улитка будет расти 3-4 года. У нас она за сезон, за полтора, за два. Сергей разводит виноградную улитку 3 года. Его ферма одна из самых крупных в стране. Мы с небольшого количества, это была крымская улитка. Сейчас мы подобрали улитку не крымскую. Крымская улитка здесь не просто не зимует, она еще и летом почему-то гибнет. Эти улитки родом из Краснодара. Животные очень полезны. Шесть улиток заменяют по белку полтора килограмма говядины. Хороши они и в косметических целях. Тихонечко ползает, выделяет гиалуроновую кислоту. Лицо становится нежным и приятным. Раньше Сергей Балаев жил в мегаполисе и работал в обычном офисе. Все резко изменилось после похода на птичий рынок. И вот до сих пор, вот сколько лет уже прошло, я не могу понять, как эта женщина впарила мне этих четырех овец или трех, я уже не помню. То есть я уехал за рыбками в аквариум, а приехал с овцами. Маленькие такие были. Овцы быстро выросли, к ним присоединилась коза. Сергей решил расширять хозяйство, купил земли рядом с колонной и начал осваивать новую профессию фермера. В Москве или в офисе, в общем, смотреть в монитор, да, или здесь, где у нас еноты, белки, животные, на лошадях покататься. По соседству с улитками дружелюбный конь Бергут. Что, ну что ты, ну что, давай, давай целоваться, давай, давай. Другие лошади пасутся на поле в компании ослов. Среди них есть знаменитость – осел Прошка. Он участвовал в предвыборной компании Жириновского, а потом его подарили начинающему фермеру. Прошка оказался ослицей. Вот наша Прошка известная, во всех съемках принимала участие, да, Прошка? А это ее потомство. Первый год, второй год, и папашка невдалеке бегает, да, ребята? Есть в хозяйстве Сергея и козы. Надо перекусить. Зерна наелись. Из молока коз фермер делает домашний сырым. Ну, козье молоко, оно же полезно. Поэтому, в общем-то, все больше и больше пользуется спросом. Ну, он такая пригрелась такая. У нас она такая ручная козочка. И это еще не все звери, что живут на ферме. На радость гостям Сергей держит кроликов, белку чика и трех енотов. И не представляет жизни без своих животных. Свежие-свежие новости! Лошади разумны! Такие заголовки были во всех газетах начала 20 века. А почему? Вы узнаете из рубрики «Хвостатая история». Умный ганс. Так звали немецкого коня, который умел считать. В начале 20 века этот орловский рысак прославился на весь мир. Его хозяин, учитель математики, давал гансу задание на сложение, умножение и деление. И лошадь выстукивала копытом правильный ответ. Публика была в шоке. Так же, как и ученые. Целый год они не могли разгадать тайну умного коня. Открытие сделал психолог Оскар Фунгст. Оказалось, что конь все-таки не знал арифметики. Но он чувствовал людей. Он смотрел на реакцию зрителей и тогда понимал, когда стукнул копытом нужное количество раз. Если сам задающий не знал ответа, то конь резко глупел. Этот феномен так и назвали «эффект умного ганса». На этом у нас все. Для вас в этом выпуске снималось более сотни животных. Не считая 100 тысяч улиток. И при этом никто из них не пострадал. До встречи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова